Рекламно-информационная программа. Это ваш праздник, но ты знаешь, для меня это праздник... Со слезами на глазах. Ну да, я боюсь показаться некорректным, я хотел тоже произнести эту фразу. Так оно есть, конечно. Праздник, ну, минимум с грустью и печалью, да, на лице. Ну, а зачем нам, собственно, тихориться и стыдиться этого гордого? Да, это праздник российского предпринимателя со слезами на глазах, все правильно. Особенно в последнее время, когда тысячи там разрушенных бизнесов судят, судят. Около миллиона, около миллиона компаний поофициально... А я вот пытался, вот только что, буквально час назад, пытался найти какую-то официальную статистику свежую, но все цифры я от апреля нашел. Есть прогноз на конец августа, начало сентября, я его видел, причем в официальном варианте, то ли известия, то ли ведомости. Около миллиона компаний закроются. Вот тебе и день российского предпринимателя. Ну, это несколько миллионов безработных, людей, которые вынуждены будут искать работу. Ничего хорошего, ничего хорошего. Знаешь, как, прошу прощения за черный, может быть, юмор, знаешь, как на надгробиях пишут, да, человек был героем, там, или тружеником, или ветераном, он был российским предпринимателем. Заплатил налоги. И все этим сказано будет. Я прошу прощения, но... И спит спокойно. Просто, да, разум, как говорится, возмущенный, он рождает вот эти вот всякие сравнения. Это неминуемо, да. Ну, мы же все равно патриоты, да, мы же трудимся на благо родной страны, на благо родного региона, отчисляем налоги, всевозможный взнос. Да, мы трудимся, отчисляем. Мы трудимся, отчисляем. Говоря мы, естественно, подразумеваю. Я пока не знаю, насчет тебя я не уверен. Ну как, я официально тоже трудоустроен, с моей зарплаты тоже капают. Ну, кстати, да, что-то есть у тебя, да. Какие-то отчисления идут, я уж боюсь задумываться, там, о пенсии что будет. Нет, нет, это наша пенсия, это издевательство, я считаю, в принципе. Ну да, тут трудно поспорить. Вот, так мы же патриоты все равно, да? Патриотизм, он как бы, понимаешь, это вопрос к тому, откуда берется патриотизм, в принципе. Он берется, насколько я понимаю, как вот любовь к родственникам, да, к матери, там, к отцу. Она же, вот, некоторые говорят, что это безусловно, да. Нет, безусловно, это в нас заложено. Потому что мы любим своих родителей автоматически. Но, если родители, извиняюсь, не очень, то рано или поздно эта любовь закончится. То есть, поэтому я что-то не верю в такой, знаешь, абсолютный патриотизм. А не очень в смысле родители? Что они не очень? Представь себе, что у тебя родители, которые не обращают внимания на тебя, которые заняты собой, которые, ну, плюс там небольшой, там, алкоголики, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Социальная девиация какая-то вот эта вот, да? Да, да. То есть, которые не просто не относятся к тебе нормально, а, в общем-то, стремятся только эксплуатировать тебя. Ну, это разные формы можешь принимать. Все. Ты будешь патриотом своей семьи? Я сомневаюсь. Я очень сомневаюсь. Ну, для меня понятие патриотизма, я его достаточно близко трактую, да, и в личном плане патриотизм. Значит, ты любишь то место, где ты живешь, тот дом, в котором ты живешь, свой подъезд, свой двор, свою школу, свою работу, в которую ходишь, продукты, что немаловажно, которые ты покупаешь. Ну, смотри, для меня патриотизм, да, скорее всего, да. Ну, в первую очередь, это люди, с которыми я вырос, с которыми я общался, с которых я знаю. Там, неважно, даже, ну, семья, в первую очередь, конечно, да, это вот тот источник. На самом деле, то, что это ячейка общества, это такое, знаешь, экономическое передергивание. Это не совсем ячейка общества. Это вот такая зернышко, как бы, тех чувств, которые ты будешь иметь потом, на самом деле. То есть она определит, ну, в общем-то, определит она все. Тут дедушка Фрейд во многом прав, хотя он там не с той колокольни, не туда смотрел, на самом деле. Потому что он все закручивал на секс, но там не совсем секс, вот, скажем так. Там другие отношения. Вот, и семья, да, это основа. И то, что мы делаем, как бы, в семье, то, что мы делаем для своих, вот, для людей, которые рядом. Плюс у нас там нет формального подхода. Точнее, он есть, конечно же, есть. Но вопрос не в формальности подхода, вопрос в правильности действия. Вот как у русского человека есть такая вещь, как правда, да? Да, я что-то сомневаюсь, что она в Европе вообще существует, как понятие. Ну, понятие его трудно описать с какими-то рациональными фразами. В том-то и дело. Зачастую, да. Шуток, правда. Нет, в том-то и дело, что это русскому человеку всегда понятно. То есть не по правде поступил, неправильно поступил. Ну, нет в действиях никакой вот такой основы, да? Вот какой-то эмоциональной, моральной, там, не знаю, нету. Причем у каждого человека может быть своя правда, да? Это истина одна для всех, а правда у каждого своя. И русский человек это прекрасно понимает. Формализуем мы это очень плохо. Это наш недостаток. А вот то, что мы это понимаем очень хорошо, это наш большой достоинство. Практически пользоваться-то этим зачастую не можем. Но вот все как-то понимают. Не, не скажи. Русские, во-первых, демонстрируют чудеса приспосабливомости, чудеса изворотливости, приспосабливомость, выдержки и так далее, и так далее. То есть превосходных качеств русских очень много. Беда только в том, что они проявляются от случая к случаю. То есть никакого постоянства и стабильности, это не про русских, конечно. Но это мы ушли как в тему. Ну да. Ну смотри, нет. Размышления. Вот с патриотизмом самим себе. Вот пивной патриотизм. Безалкогольный, разумеется, пивной патриотизм. Вот эта фраза мелькала. Он есть у немцев, да? Он 100% есть. Это мы возвращаемся к немецкой традиции продуктов. Ну вот смотри. Значит, как устроена сама механика. То есть немец живет в своем маленьком городке. Ну маленький чаще всего. Потому что на самом деле, ну там 100 тысяч, 200. Киров большой город для Германии. Ну да, я понимаю, да. Ну как человек, изучавший немецкий язык и немецкую историю, конечно. Он живет в своем городке, да. Он знает, что вот этот пивар, там, Франц, Ганс, кто-то там, да. Вот ему принадлежит это предприятие уже там его дедушке, прадедушке, прапрадедушке. Это было давно. Это устоявшаяся традиция. Это первое. Там же, на этом же предприятии этого Ганса работает этот Франц, этот Петер и так далее, и так далее. Куча родственники, друзья, товарищи, знакомые. Этот же завод автоматически участвует в общественной жизни самого региона. Он известен за это, да. Это же, вообще прекрасно понимает, что это достопримечательность региона. Что это марка, которой ты доверяешь. Но тут примечательно то, что у немцев в этом смысле единодушное отношение как со стороны властей, то есть чиновников в первую очередь, так и со стороны самих жителей. То есть у них одинаковая правда, да, возвращаясь к тем словам, которые раньше мы упомянули. Правда-то, кстати, у них может быть разная. Потому что чиновники смотрят на все это с совершенно понятной точки зрения. Это, в первую очередь, налоги. Наполнение казна. Наполнение казна. Местные земли. Плюс это рабочие места. То есть у нас несколько сотен семей не испытывают проблем с безработицей, да. То есть понятно, что ты кормишь фактически, ну, минимум несколько сотен человек. Минимум, да. Плюс ты наполняешь местную казну. Плюс ты позволяешь сохранять лицо у города, допустим, да. То есть, а, этот город, да, там отлично. Там делают вот это, вот это, вот это и вот это. Это прекрасно. Это какой-то момент из самобытности. И вот тех самых семейных вещей, которые, кстати, напрасно мы все-таки... Связь времен. Конечно, конечно. Дыхание, да, что-то. Это анекдот в том, что это численно померить достаточно трудно. Но на людей это всегда будет действовать. То есть вот эти ценности, вот эти семейные вещи, они будут работать даже... То есть их, я думаю, что их на самом деле можно померить. То есть можно измерить, можно взвесить, можно оценить. Ну, я пока не видел ни одного хорошего социологического исследования на тему. Я уверен, что он появится, кстати. Не знаю, 10, 20, 30 лет на социологии. Я должна сделать шаг вперед, скорее всего. Ну, это так, мысли вслух. Так вот, когда это померится, станет понятно, что от наличия этих вещей зависит благополучие человека в принципе. Почему? Вот маленький офф-топик, приведу пример с обучением языку, да? Ну, хотя это близкие, понятные примеры. То есть когда ребенок может усвоить язык только в определенном возрасте. То есть, ну, вот, грубо говоря, он начинает там год-полтора, начинает осваивать его. Да, что-то лепетать какие-то, звуки произносить. К четырем, условно, там, к четырем, ну, в крайнем случае, к пяти. Он им полностью его одевает. То есть разговорный язык, он прекрасно уже все, он усвоил грамматику. Причем в любом обществе, в любой грамматике, на любом языке всегда, всегда время освоения языка одно. Но, если ты возьмешь ребенка в возрасте как раз там нескольких месяцев, и на этот период, там, несколько лет, поместишь его в неязыковую среду, он никогда уже не вернется к нормальному уровню. Это проверялось с Маугли, вот так называемым, да? То есть, вот эта сказка Киплинга, где Маугли взяли там волки на воспитание, он вырос здоровым, красивым, молодым и умным, да? Да, в истории были такие реальные примеры, да, действительно. Да, к величайшему несчастью, ни красивыми, ни молодыми, ни умными не вырастаем. Почему? Потому что дети, которые в Индии, по-моему, это был случай, дети, которых поместили в неязыковую среду, то есть вырвали как бы из семьи, вырвали из этих корней, они ползали на четвереньках, ели сырое мясо, все прекрасно, они жили с хищниками, но все попытки обучить их там в 8, в 10, в 12, я не помню, сколько лет было, обучить их обратно как бы языку, окончились провалом, то есть невозможно было человеку вернуть. Вот та же самая ситуация, вот вернувшись, та же самая ситуация с патриотизмом, точно такая же. То есть, если человек не усвоил очень рано, очень точно, очень сильно, не усвоил, что из себя представляет Родина и чем она, собственно, ему запомнилась, да, позитивно я имею в виду, то потом уже вырасти этот патриотизм невозможно, ну просто невозможно физически. Ну, нехороший пример, не хочу углубляться в эту тему, но близкий-близкий вариант, когда дети из детских домов, да, у которых настоящих семей не было, у них очень большие эмоциональные проблемы. Да, они могут не скатываться в криминал, да, они могут работать, да, 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 но чаще всего очень большой процент этих детей, он не имеет нормальной эмоциональной жизни, потому что массовые ласки, когда там нянечка тебе погладила один раз в день, это не мама, это не папа. Ну вот вернувшись к патриотизму, да, к немецкому. То есть вот этот завод, вот это производство, вот оно местное, оно наше, оно есть здесь. И первое камень припновения мы в нем должны быть уверены. То есть тут начинается первая беда, почему? Потому что да, Вятич любят, про Вятич распространяют эти ужасные слухи всевозможные. Но не только ужасные. Да, нет. И позитиву тоже есть место. Нет, позитив, слава тебе, господи, его много, да. Но, тем не менее, это все и позитив и негатив, это свидетельство того, что да, на завод обращают внимание, его любят, его ценят, пробуют то, что он делает, и это хорошо. То есть с этим надо просто знать, что ты с этим будешь жить дальше. Потому что какой-то процент людей, ну мы в прошлый раз рассказывали о людях, которые уволены с завода, там, за воровство, к примеру, или за пьянство. Или о людях, которые, ну просто у кого-то чего-то услышали, им хочется поделиться. Они не проявляют информацию. Такие люди будут всегда, они будут раздувать эти слухи. Мы любим слухи, мы очень любим сплетни. Это на самом деле информационного подтекста в этом нет. Мы любим сплетни просто потому, что они позволяют нам, как бы, ну как сказать, цементировать нашу группу, да. Вот людей, с которыми мы... Это стопроцентный факт абсолютно, потому что достаточно давно известно, что примерно мы влияем, контактим, общаемся. Примерно 150 человек. То есть у каждого из нас, ну, понимаешь, эти группы пересекаются, но у каждого из нас есть 150 человек, которые, да, мы как бы поддержим контакт. Так оно и есть. Ты имеешь в виду у каждого из нас в жизни? Конечно, конечно. В зависимости от того, где мы работаем, чем мы занимаемся и так далее. Это размер группы, которую ты можешь удерживать. Даже многовато, на мой взгляд. Нормально, нормально. Это не референтная группа. Это те, с которыми ты общаешься. Это, может быть, сосед по площадке, там еще кто-то. Там человек в магазине, который ты узнаешь. Ну, вот так вот. Ну, вот ты пришел на радио. Я вхожу в те 150 человек. Не-не-не, не поводь. Ты уже рангом повыше. Ты так не приезжай в информационном смысле. Хочется приоссаниться. Конечно, конечно. Конечно. Ты референтная группа. Однозначно. Своё мнение играет роль уже другой в определении моего мнения автоматически. Но вот эти 150 человек, да, на них ты влияешь. Конечно, рассказывая что-то, ты рассказываешь что угодно, любую историю этим людям. И ты сам проверяешь, на связи ли с тобой эти люди, их реакции. Ты еще, ты тренируешься в вызывании реакции, понимаешь? То есть ты проверяешь, ага, человек откликнулся, откликнулся так, как я рассчитал. То есть там не важно уже, что информация может исказиться в процессе, как-то перевернуться с ног на голову и так далее. Тебе важен факт общения. Да, да, да. Сам импульс, он пошел туда или не пошел? Совершенно правильно. Эта история дает тебе возможность проверить, ощутить опять себя живым, ценным в общении и так далее. Ну, утилитарная функция сохранения общественного порядка, так бы я это назвал. Вернувшись к патриотизму, да. Вот смотри. То есть камень притомения первый. Это, конечно, реакция массового населения на вятич. То есть сейчас мы делаем абсолютно все, вот просто все для того, чтобы люди понимали, что мы действительно местный завод, местный бренд. С квасом, ну, поговорим позже, там все удалось более-менее. А вот с безалкогольным, разумеется, да, безалкогольным. Но пока мы должны делать еще, еще, еще шаги. То есть первое, это выпуск новых сортов. Раз. То есть да, мы должны еще раз убедить людей, ребята, обратите внимание, вот это сделано супер качественно. Мы не стоим на месте, мы развиваемся, мы изучаем ваше мнение, мы предлагаем новый продукт. Причем с качествами, которых нет на рынке больше ни у кого. Ничего похожего ты вообще не найдешь. В принципе, понимаешь? То есть рядом ничего нет. То есть это совершенно прекрасно, это все замечательно. То есть мы делаем эти шаги, мы все-таки и со Шнейдером, с его памятником мы сделаем. И фестиваль мы все равно проведем, если в этом году из-за коронавируса у нас все неизвестно куда пошло, да, но это будет. Ты имеешь в виду день пиора каким-то образом? Нет, день пивовара, бог с ним, ладно. То есть я думаю, что мы никуда, конечно, для нас свою не пройдем. У меня есть такое печальное ощущение. Ну июнь, это уже вот-вот, это уже на пороге, да, близко. Да, чуть-чуть осталось. Увы. Но это наши шаги, мы их делаем. То есть рано или поздно пройдет, допустим, 3, 5, 7 лет вот эти магические цифры, они мне больше всего нравятся, пройдет эти годы, и можно бы сказать, что да, кировчане знают, что это такое, возобновятся сейчас, коронавирус закончится, возобновятся экскурсии на заводе. Я очень надеюсь, что мы начнем что-то хотя бы в этом году делать по тому, чтобы сделать экскурсию по Шнейдеру, то есть притащить оборудование, которое было как раз с начала 20 века. То есть сделать тематическую экскурсию. Мечта — это подвалы, которые сохранились, с оборудованием, которое в 90-е каком-то году было успешно приватизировано. Вот чтобы люди посмотрели, что это за оборудование. То есть его там законсервировали, да? Ну, его просто очень дорого вытаскивать, там чистить, вытаскивать из-под пола эти чаны, ну, блин, это деньги, расходы. Проще поставить новое наверху. Наверху все стоит, естественно, немецкое и чешское, это понятно. Компьютеризировано, автоматизировано, а внизу остались подвалы. Я мечтаю там сделать тропу, знаешь, как в рассказе Брэдбери, где бабочку-то убиваю, да? Там же в прошлое людей посылали, они шли по тропке, которая искусственно провожена в этом девственном лесу, там, Амазонки где-то там еще, где динозавры бегут. И вот я хочу такую же штучку сделать, то есть провожить тропу, оставить эти кошмарные жестянки, и там сделать просто экспозицию вот этого советского завода ВЯЧ. — Антураж дополнительный придать там светом. — Повесить, повесить фотографии, как там стоят женщины, мешают веслом, вот это сусло, да? Как там хранится, засыпается солод, как это все сделано, как это автоматизировано в очень больших кавычках, да? То есть там практически все на конной тяге и на голубиной почте на самом деле было. То есть поэтому, когда я слышу, что «Ой, Курагины-то за копейки взяли, за вот, ой, вот это все!» Эти мироеды вбахали в модернизацию ВЯЧа, по моим прикидкам, ну, миллион тридцать-сорок евро примерно. Это минимум. Если у нас желающие вытащить из карманчика и модернизировать производство 40-50 миллионов евро, ну, я посмотрю на этих людей. У нас их очень немного как-то. Все больше хотят там распилить, как-нибудь смотаться в Испанию и там купить ВИО. Но пока вот, видишь, у Курагина что-то не вышло как-то. Это вот к вопросу всех этих разговорчиков, да? А сам подвал, во-первых, хочется сделать, во-вторых, притащить на верхние этажи, конечно, оборудование, сделать нормальные дегустационные залы, мне шнэдры, снять фильм про шнэдры, осталось много архивных материалов, можно будет подобрать актеров, чего-то сделать. Вот эту программу делаем и сделаем в итоге. Обязательно сделаем вместе с памятниками. Но пока без конкретных сроков, да, видимо? Пока на уровне идей. Понимаешь, это на уровне начала. То есть понятно, что мы это обсуждали, концепция более-менее ясна, мы ее запустим. Это 100% совершенно. Как и памятник сам мы поставим. Как и фестиваль проведем. Новые сорта мы будем выпекать каждый год по несколько штук. Так, чтобы люди, с одной стороны, и не утомились, с другой стороны, и не понимали, что мы слышим о том, что люди хотят вот это, мы будем делать вот это. То есть и степ-бай-степ, постоянно, никуда не сворачивая, капля точит камень. То есть мы все равно добьемся того, что люди будут на своем опыте. То есть он взял, купил, попробовал, понял. Прочитал, сходил на завод, посмотрел, понял. Знаешь, вот в этом алгоритме спустился подвал и тоже все понял. Давай, я предлагаю напомнить, да, ты вот обозначил сейчас перспективу. Давай вот на ближайшее время еще раз повторим просто, может быть, кому-то непонятно, может быть, кажется, что мы о каких-то абстрактных вещах говорим. Новые сорта, только что летняя 31 безалкогольная. Ну, о нем мы успеем еще поговорить. Летняя 31 безалкогольная, зеленая 31 безалкогольная, с которой мы начали в ноябре. И вот к осени еще напомним. Не знаю. К осени мы точно совершенно выпустим Шнейдер безалкогольный, имперский стаут, премиальный сорт. Большая проблема, сколько я буду потреблять в Кирове. Там, я сомневаюсь, что аудитория тут больше 5-7 процентов. Кировчан вообще, в принципе. Потому что она будет сильно дороже обычного варианта. Можно назвать его элитным продуктом? Да, конечно, конечно, конечно. Но я его пил, пробовал, великолепно. Маматов уже не первый раз приходит в нашу студию и говорит, я его пробовал, я пил. Как будто это было что-то такое. Володя, я согласен, что это на мне как бы вина, косяк. Обязательно, как только будет, Володя, честно. Маматов рассказывает, мы тут облизываемся сидим. Совершенно великолепно. Мы выпустим это, скорее всего, мы выпустим на октябрь ферст, которого не будет в этом году, кстати. Но будет у нас. Вот так. Вот эти шаги мы делаем. Смотри, мы делаем увековечивание памяти Шнейдера и вот продвижение их традиций. Мы открываем заводы людей, экскурсии, ребята, бесплатные, бесплатные. Например, зайди на вечер, там еще дегустировать тебе дадут. И мало того, что прогуляешься по заводу, посмотришь, как это делается, послушаешь. И плюс еще попробуешь, что там делают. Но это одна страна. Но подчеркну, пока нет экскурсий. Так вот, мы все это делаем, да? Мы уверены в этом направлении. То есть новые сорта увековечивания памяти Шнейдера. Про выход в другие регионы мы поговорим в следующий раз как-нибудь. Я думаю, что мы поговорим. Вернемся, вернее. К этому разговору, да? Я думаю, что мы начнем об этом говорить. Ну, конец мая, начало июня, не ранее. То есть, наоборот, я знаю, конец июня. Конец июня, начало июля, да. То есть, рисковать мы ни в коем случае не будем, потому что, скорее всего, соглашение мы подпишем уже через неделю-две. Но по факту мы сможем говорить, я думаю, что в начале июля все-таки. Вот. То есть, мы делаем все, абсолютно все, для того, чтобы двигаться в этом направлении. С этим все нормально. Мы на какие-то релесы встали, слава тебе, господи. На каких-то релесах мы стоим, по ним мы едем. И возникает следующий, вот вернувшись к пивному патриотизму, следующий простой вопрос. А наши чиновники, да? То есть, с немецкими все понятно, они в восторге, да? От того, что делается у них. От того, что это их налоги. От того, что их люди заняты. Вот это все сумма, да? Технологий. Наши, как бы сказать, мы отдельно, вячи отдельно. Никогда не забуду эту фразу. А второй момент. Встречаю я, не буду говорить кого. Ну, да, чиновника, да, достаточно. Ну, от кого-то из представителей власти. Представителей власти, да, по городу. Не самого низкого уровня. Вот, очень хорошо. Не самый низкий, представитель власти не самого низкого уровня. Встречаю в области, привет, привет. Он знает, что я работаю на вятич, все прекрасно. И он так это вороватенько, так стыдливенько, в этот пакетик. Я вижу, что в нем пиво. И знаю, и вижу, какое это просвечивает. И это не вятич. Безалкогольный. Да, естественно. И он его так аккуратненько, чтобы я не говорил, ничего не замечал. Стыдно в общем стал человеком. Да. Но беда-то в том, что если же ты работаешь здесь, ты какого? Ты почему? Анекдот, это, ну, по-русски говоря, это понты. Нет, ну, с другой стороны, мы не можем ввинять этого человека. Это его право, это ради бога. Нет. Так зачем стыдиться? Нет, вот я об этом и говорю. То есть дело в том, что много раз проводили дегустации по спорте вятичем на 100 баксов, да? То есть я говорю, я пью, о, только немецкое. Безалкогольное. Естественно, ему привозят немецкое безалкогольное, ставят вятич безалкогольный, но без надписей. Просто разливают, нумеруя стакан за слепая дегустация. Ну, миллион случаев, когда да-да-да-да, вот это настоящее наше немецкое безалкогольное любимое мое. А вот это, это ваш вятич. В итоге оказывается, что что-то, парень, ты попутал. То есть вот это как раз вятич. Все с точностью наоборот. Да, с точностью наоборот. Это было много-много раз. И дело в том, что логически, вот тут начинаются маркетинговые, торговые анекдоты, да, их очень много, но человек прекрасно головой, вот этот чиновник с пакетиком, он прекрасно понимает, что по качеству мы отправили, кстати, ремарка, мы отправили 23 тысячи упаковок немцам на эту неделю. Это вторая партия в этом году. Вторая партия в этом месяце. В этом месяце. В этом месяце. То есть тот же самый сорт, та же самая компания заказывает по новой, посмотрим, увеличат ли они партии в ближайшем месяце, поглядим. Но первые 23 тысячи упаковок они продали. То есть приехали еще две фуры. Все, все, то есть пошло, 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 то есть шарманка начала крутиться. Точно так же по предоплате. Да, все абсолютно то же самое. Полная предоплата, самовывоз, этикетка печатают они же. То есть нам надо только сварить и вовремя отдать им, чтобы не хранить у себя на скване, чтобы не попасть по законодательству Российской Федерации. Все. Вот мы поставляем это немцам. Немцы уже говорят, да, 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 еще раз, да, это по качеству ничуть не хуже того, чем мы привыкли торговать у себя. Все. И наш чиновник, который прячет пакетик с святыми этикеточками, он головой-то понимает, что по качеству это никоим образом. Но. Не уступает. Но. Это ж заграничное. Нет, есть не только чиновники, есть очень неуважаемые вязкие предприниматели, которые тоже почему-то, загадка, потребляют вот эти яркие такие названия. И все. И беда заключается в следующем. Заканчивая мыслью, уйдем на реку. Отдельного человека можно вот поймать, взять за грудки, объяснить ему, сводить на экскурсию, потратить на него несколько часов. Можно убедить, показать, рассказать, сравнить, продегустировать. В том, что вятич ничем не хуже немецкого минимум. Это минимум. И что гораздо полезнее, нормальное брать не привозную ерунду, ну, про нее поговорим как-нибудь потом, а брать вятич. Но это каждого по отдельности, это и сточешь язык, это зубы сточешь до корней, да? А обратиться к десяткам тысяч так, чтобы они тебя услышали, миллион, полмиллиона у нас населения, да? Вот пока почему-то это не знаю как и что не доходит. Медленно доходит. И в первую очередь, конечно, вопрос чиновников. Самый главный. Давай на рекламу уходим. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». Безалкогольным просвещением займемся спустя полторы минуты. Владимир Маматов, конечно, сейчас порадовал этой историей с чиновником, который купил непонятный продукт. Ну, иной продукт, да? Не «Вятич». Иной безалкогольный продукт. Иной безалкогольный продукт. Я так подумал, да, то есть я, например, вижу чиновника, который сидит в своей машине и слушает другую радиостанцию. И тут встречает меня, я знаю, где я работаю. В общем, такая измена. Нет, понимаешь, и с чиновниками, и с бизнесменами. То есть пока верхушка нашего общества не понимает, почему это надо потреблять, это можно потреблять, это лучше потреблять, чем привозно. Тоже мы, вот это как противовес всем нашим усилиям, для потребителя мы сделаем все. Мы продвинем эту идею, мы продвинем имиджзавод. Это я уверен абсолютно. Для меня просто вот как я тебя вижу, так я понимаю, что это будет. А вот с чиновниками и с бизнесменами неизвестно что. Потому что, вот анекдот в чем. Есть кировские предприниматели, которые свою продукцию не потребляют, да? В отличие от тех же курагинах, которые как пили, так и пьют напитки собственного производства. Это я могу засвидетельствовать, потому что участвовал. Вот. То есть, соответственно, вопрос по поводу чиновников, вопрос по поводу бизнесменов, вопрос по поводу верхушки общества. Если убежденность в качестве вятича, убежденность, выраженная в действиях, не в совах, а в действиях, там не будет, то тоже мы будем буксовать. Вот это вот как бы и призыв с одной стороны, с другой стороны указан. Потому что, ребят, если вы хотите как-то влиять на экономику региона, именно чиновники, ну, покажите своим примером. Хотя бы. Мне сейчас жалко, что это всего лишь просьба, какой-то совет, да? Просто мне иногда кажется, что чиновники, они же не понимают ничего, кроме там палки, директивы какой-то спущенной сверху. Не, 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 не парламентских выражений не надо, это тоже люди, все понятно. Ну, накипело, да. Вот по поводу торговых сетей, да, это, не парламентские выражения, просятся еще больше, на самом деле. Ситуация сложная, взаимоотношения непростые, да, с торговыми сетями? Ну, ты понимаешь, с торговыми... С отдельными вообще. Нет, с отдельными, с красным и белым, как был швах, то есть там вообще мы не встаем, пакировали, точно совершенно. Ну, обращаться миллион раз к нашим чиновникам, вот опять-то же, да, то есть непонимание чиновниками того, что из себя представляет ВЯТЧ, ну, вот они видят эти миллиард там двести налогов, да, они, во-первых, не понимают, они, видимо... Это, напомню, годовые, годовые отчисления ВЯТЧ. Да, так это, они воспринимают это как данность, понимаешь, вот прилетело с неба, ого, прилетело с неба миллиард двести, неплохо так, да, а откуда, что там, да, ну, нормально все, да и хорошо, поехали дальше. То, что это можно увеличить путем простых действий, мы говорили о постановке в сети, то, что делает татария, да, этого нету. Ну, вот сейчас, допустим, хорошо, выпустили, вот сейчас буквально, 13-го, по-моему, или 14-го, выпустили летние 31 безалкогольные, разумеется, как всегда, и начали массированную рекламу, и изюминка в этом летнем 31 безалкогольном были упаковочки трехлитровые, то есть в пакетике с ручкой две полторашки, в сумме дающие три литра, которые запрещены законом, ну, так, чтобы это было похоже на те три литра, которые были до 17-го года, 2017-го, вот, сделана скидка на них, то есть это мало того, что больше, и это летние 31 безалкогольные специально сделаны для большой компании, для теплой погоды, вот сегодня она вроде начинает с теплой погоды, надеюсь, тоже на нее. Ну, к концу недели чуть потеплее, чем еще, да. Вот, и это летнее 31 безалкогольное в трехлитровой таре, оно есть только в сети Глобус. Почему? А потому что маленькие магазины не могут штрих-код, который нанесен на пакете, считать. То есть они не могут ввести его в терминал, потому что им надо отчитываться по одной упаковке, а это транспортный штрих-код. Глобус это сделать может. Может это сделать магнит и пятерочка, но магнит и пятерочка, это месяцы переговоров, это месяцы. И не факт, что они закончатся еще положительным образом. Это потому что большие люди там сидят далеко, они принимают решения, и вот менеджер сменился, менеджер поменялся, и кто опять ответственный, и как это будет. Естественно, им нужны только деньги, а вот вы сбросите-ка цену, мы вас поставим. Вот эти все волшебные совершенно вещи с Глобусами, да, там это идет, там это будет идти, я попробую все-таки с Глобусами сделать так, чтобы мы смогли в этой выгодной упаковке сделать там хорошо. Но это отдельная песня. Вот проблема с летним 31 безалкогольным. Вот она идет, замечательно все, и расчет, огромный был расчет на выгодную трехлитровую упаковку. Она буксует. Я пока не знаю, что делать, честно тебе скажу, прямо в прямом эфире могу сказать и тебе, и радиослушным. Я не знаю, что делать, потому что из-за того, что ни пятерочка, ни магнит не берут, вся затея начинает затухать. Ли же мы как-то выправим ситуацию, или же это была мертворожденная идея. Это трагично, это неприятно. Останется просто летнее 31 безалкогольное. Да, оно для большой компании, да, оно прекрасно, оно будет иметь и своего потребителя, и свой спрос, но 3 литра там не будет. Вот если мы не решим эту проблему в течение буквально там пары недель, пары-тройки недель, то да, это очень печально. Я пока еще, я надеюсь, что все удастся. Руководство Вятича не исключает вариант, что придется там что-то менять? Руководство Вятича, слава богу, не исключает ничего. Супаковка. Слава богу, не исключает. Не исключает. Пластично подходит к любой ситуации. У нас остается 4 минуты, мы договорились еще поговорить о том, как заботится Вятич о нашем здоровье. То есть вспоминаю этот знаменитый слоган, вятский класс «Здоровье спас». И я помню, что пришлось проделать для того, чтобы доказать, что это действительно для здоровья полезно. Волнующий момент, согласен. Вот в продолжение, видимо, тоже этой темы. Ну, как здоровье? Отчасти. Это, во-первых, Альпин, да? Да. Это центр СПА, который стоит на углу, если я правильно помню, Блюхера и Карла Маркса. И адрес у него Карла Маркса, 191А. И директор стоит там, Светлана Курагина, которая, строго говоря, Курагина. Правильно, да? Ну, все, сказали этим, да. Все понятно. Она занималась косметикой много лет, ее прекрасно знают. Поэтому сейчас ее работа расширилась, то есть она возглавляет центр, в котором предлагаются уникальные для Кирова услуги. Ну, давай я попробую в двух словах. Я один раз там был. Вот сейчас вот осторожно, конечно, надо говорить, потому что законодательство суровое, да, достаточно. Суровое, суровое. Да, в отсутствии поддержки оно суровое, в основном. Чего бы то ни было и кого бы то ни было. Вот, ладно, желчи уберем. Значит, суть очень простая. Светлана Курагина занята тем, что продвигает в Кирове, Кировской области пивные, вот тут не надо делать оговорку безалкогольные, потому что это дрожжевые ванны, фактически, это пивное. Правильно называть дрожжевое, дрожжевая ванна? Удобнее нам всем будет, если мы будем пивную ванну называть дрожжевую. Хорошо. Да, чтобы не докопались. Да, совершенно правильно. Так вот, дрожжевые ванны, это что такое? Это погружение в дрожжи, да. Почему так делается? Когда-то блокадникам, ну, тем, кто пережил блокаду, кто выжил в ней, да, это авитаминоз, потеря веса, это вот все эти неприятности, им выдавали пивные дрожжи, подчеркиваю, не пиво, а пивные дрожжи, потому как лекарственное средство. Во-первых, это витамины, во-вторых, это влияние на микрофору кишечника, и это общий оздоровительный эффект. Анекдот, вот, на заметку абсолютно всем, кто употребляет, извиняюсь, алкоголь. Единственный, один из трех, по-моему, препаратов, два других я даже не запомнил, ну, натуральные природы. Единственный препарат, который помогает при похмелье, это дрожжи, ребята. Вот как это не смешно. И тем более ванна. Вот ванна. Дрожжевая ванна. Нет, я думаю, что дрожжевую ванну с похмелья, это экстрим. Ну, я предположил, почему. Это экстрим. Но анекдот, понимаешь, в чем? Вот этих дрожжевых ванн в России нет. Их просто нет. Это есть в Чехии, ну, где пивное производство. Собственно, оттуда это, да? Мы переняли это. Вот там же, в Карловых Варах, это все есть. То есть можно, ну, сравнимо абсолютно по качеству, но несравнимо по ценнику. То есть это немножечко раз в пять дешевле, чем в Чехии. То есть в Чехии это 200 евро, здесь 40. То есть все равно для, вот просто так, это дорого, но это того стоит. Это за какое время, ты напомнишь? Два с половиной часа. Два с половиной часа ты принимаешь эти процедуры. Да, но вот то же самое, понимаешь, там в этом Альпине есть несколько. Почему мне нравится, на самом деле? Потому что они до сих пор, по загадочным мне, непонятным причинам, они все, что они пока сейчас делают, это Инстаграм. Наберите Альпина в Инстаграме, посмотрите, да? То есть это пока основной источник информации и фото, где можно все посмотреть и узнать. И это, с моей точки зрения, неправильно, потому что затея крайне интересная. У нас коронавирус, поездки далеко и надолго отменены, не очень далеко тоже отменены. То есть непонятно, пойдем ли мы на море в этом году вообще. Я боюсь, как бы фура из Германии не стала последней возможностью куда-то смотаться. Нет, фуры из Германии, нет, фуры из Германии, они как ездили, так и будут ездить, куда они делаются. Но ты на море получаешь набор витаминов. То есть, собственно, из-за этого и ты говоришь, ребята, у нас в Кирове, здесь, в Альпине есть все то же самое, что на море. А никто в чем? Когда процедура проходит, это музыка, это шум моря, это общая конструкция такая, что человек просто забывает, где он находится, что он, как и где. И кайф он получает точно такой же, как от морского курорта. Вот это все. Как у нас там телефон? Подожди, дай я посмотрю. Есть у нас подсказка. 21-13, да, 21-12 наоборот. 13-14. Давай еще разочек, что-то путаница какая-то. 21-13-14. Карва Маркса 191. Альпин и Ксетан Курагина сгавляет. Это был маленький рекламный вог, который я просто обязан был сделать, потому что я обещал. На этом завершаем сегодняшнюю беседу. Владимир Маматов, пресс-секретарь компании «Вятич». До встречи в следующий вторник. 13 часов. Всего доброго. Да, всем счастливо. Крупный план.